Вот смотрите, есть два понимания счастья. Одно истинное, другое ложное. Истинное счастье — это что такое? Это дружба, это отношения, это когда ты служишь людям, что-то делаешь доброе, да? Даже птичек накормил. Ты чувствуешь счастье, истинное. Что такое ложное счастье? Это когда ты чувствуешь комфорт, сытость, когда всё хорошо. Вот понимаете, когда у человека всё хорошо, он испытывает комфорт, сытость, деньги, есть, там всё есть. Это не счастье. Это называется успокоение или отсутствие страдания. То есть человек не чувствует страдания, он думает, что это и есть счастье. На самом деле это просто сонное состояние, такое спокойное, в котором просто тебя ничего не беспокоит. И люди думают, что это и есть цель человеческой жизни — дойтись, достичь этого спокойствия, вот этого такого сытого. Счастье — это совсем другое. Это когда ты побеждаешь, что ты преодолеваешь, и чувствуешь награду. В сердце возникает чувство, что ты правильно живёшь, что ты побеждаешь судьбу. И вот такое чувство сильное от Бога идёт в сердце, Бог тебе радуется. Это называется счастье. Понимаете, ничего общего с комфортом и сытостью это не имеет. А люди вот ради этого комфорта и сытости, блин, готовы всё в жизни отдать. Запомните, все эти вещи приходят само собой в жизни, когда человек добрые дела делает. Вот он живёт правильно, ему будет положено просто и комфорт, и сытость, и уют. Просто за благочестивую жизнь. Как это происходит, сейчас объясню. Благочестие копится в сердце человека, и оно меняет у него всё. Меняет голос, меняет внешний вид, меняет его способности. Ну то есть благочестие, вот допустим, у человека добрый голос — это благочестие. Добрые дела делаешь под нашим людям — Бог даёт добрый голос. Допустим, у человека хорошая память — это благочестие. Если человек старался как бы не забывать свои обязанности, он получает хорошую память в следующей жизни. Власть, допустим, означает заботился о людях. Если заботился, получаешь силу власти. То есть ты уже с детства, тебе все подчиняются. Понимаете, всё благочестие даёт человеку само собой все виды процветания, какие только есть на этой земле. Поэтому человек не должен специально стремиться к достатку. Ну, конечно, надо выживать же в этом мире. То есть мы не можем без еды, без крови там жить. Работа нужна, и образование нужно для этого, для того, чтобы работать. Всё это надо, но устремиться надо к тому, чтобы увеличивать своё благочестие. Потому что когда растёт благочестие, у человека растут возможности в жизни. Они от дипломов, там, количество дипломов не растут. Возможности, понимаете? Вот мне мой медицинский диплом, никто в жизни не спрашивал о нём. Меня о моём кандидатской диссертации никто не спрашивает. Понимаете? Ну, то есть это никому не нужно. Всем нужны мои лекции. Я поэтому даже не представляюсь на лекциях, просто читаю всё. Что это всё не нужно людям, оказывается. Им нужен просто результат. Вот что ты можешь? Тут ты показал там все свои. И что дальше? Покажи, что ты можешь. Поэтому я начинаю с ответа на вопрос. Покажи, что я могу, чтобы люди дальше слушали лекцию. Вот и всё. Вот это нужно. И реальные навыки человека нужны. Они идут от благочестия только. От того, что ты сделал, то и Бог даёт.